Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Дмитрий Рущенко, мы о нем не раз вспоминали с моим другом Салем. Салем в Сумской области, у него прекрасный персиковый сад, основу которого, если еще не составили хасадские, составят, потому что они с экзаменом единственное выдержали 27 градусов мороза, только хасадские персики выдержали украинские морозы. Смотрим. Значит, приходит ко мне вот этот вот фильм. Читаем. Персик Хасадский. Дмитрий Рущенко. Так, я ему написал. Дмитрий, огромная благодарность из Сибири. Огромнейшая благодарность из Сибири. Смотрим. Фильм идет, я щелк с экрана. Смотрите, это было недавно, вот, пять дней назад. Я с удовольствием щелкнул, еще щелкнул, еще щелкнул. И у него счет пошел на десятки литров, на килограммы уникальных хасадских косточек. Так. У него свой питомник уже есть. А в питомнике интересы, смотрите. Я никогда не лезу в чужой технологию. Значит, он, у него есть подвои. Ну, часть подвоев, это, как я понимаю, персика. А, Мажорский, вот же, Деседовный, вот же, ну, достаточно морозостойкий. И еще до появления Хасадского в Украине, вот, до этого появления у них уже были как подвойные именно Мажорские. Хотя они, вот, Хасадский, он и подвойных хорош, как подвой морозостойкий. Еще и кушать можно, у него даже не прививая. А то только на подвой, смотрите. Это прививка почкой. Ну, учеба из учебы. Кто-то, когда-то из вас тоже займется этим. Это прививка почкой. Знаете, чем прививка почкой хотя бы выгоднее прививка окулировкой, врачеб и так далее? Хотя бы тем, что очень много почек идет в дело. И очень мало почек с метровой ветки персика. И там полуметровой ветки. Я расшилаю полуметровой. Очень мало идет при лучшей окулировке. Поэтому я сходы не отрицаю. Прививку почкой. Но не люблю. Чем севернее, тем она менее полезна. Но Украина. Вот так. Ну и, наконец, вот его вид снизу. Капельный полив. Окулировка. Вот. Посмотрели. Ну, дальше он сравнивает. Ну, сравнение пришло в пользу вот этих правых. В пользу Хасанских. Так. Молодец. Все я скажу. И, наконец, еще пару фотографий. Персик Хасанский. Вот он такой есть. Вот. И сейчас мы с вами о чем поговорим. О нас все время истекает. Дело в том, что тема эта очень, наверное, мы пропустим. Ну, что там 8 минут. Итак. Разгорели страсти уже на Украине. А мы имеем самое, россияне, самое прямое отношение к садоводству. И о политике никакой речи нет. Почему? Дело в том, что до нас не зашел вот этот, товарищ Академия Нового, консультант, кандидатурок. Вот. Так. Соболь, фамилия. И прочее, прочее. Вот. Значит, это мы потом. Кто-то может сейчас даже посмотреть. Отсутствие детальное. Брятский, т.т.т. Это вот в адрес нас. Меня. Сибиряка. В адрес, получается, значит, Мезинова. Это уже ближе к Украине. Это Брятская область. Дальше еще два украинца. Три украинца. Юг Харьковской области, Сувская область. И еще Харьковская область. Вот так вот получается. И вот это вот мы потом разберем, почему. Я считаю, что в какой-то момент, это просто анонс следующей передачи, следующего понедельника, следующего вебинара. Я обязан доказать, что все, что здесь и есть огромный плюс, переходя невидимую границу, становится страшным минусом. Страшным, невероятным. Вот. И вредит садоводством в целом. Уже независимо от... Мы же границу используем слово как географическую, климатическую, да. Да, правильно, климатическую. Не политическую, климатическую. Только в этом плане и говорим. Так вот, приедя эту границу, все, что считает этот товарищ, за что он нас мягко... Нет, его себе пожурил. Вот. Но это мы будем проходить дальше. Письма длинные, переписка длинная, но сейчас мы с вами даже не будем это проходить. Единственное, знаете что, меня удивило, что означает термин интегрированное земледелие. Он не знает, что такое интегрированное земледелие. А статью-то писал этот самый. Семенченко. А у него консультантор железов. Раз. Так. Значит, Салий два. Вот. И, наконец, Русинка-3. А, я не туда листаю, я потом покажу. А мы почему-то знаем. А раз мы знаем, я сейчас попробую... Он никогда ответ не увидит. Никогда. Это другой мир. Это академия украинских. Это другой мир. Вот. Ну, я объясняю Соболю, объясню вам. Мы-то знаем, вы, ребята, вы статью такую написали, что она должна была произвести эффект разорвавшейся бомбы. И вся Украина покрыта этими хасадскими перчиками по принципу... Пять лет, и вся Украина закрыта. Я ему пишу Соболю. А на самом деле, вам. Интегрированный земледелий – это система защиты растений. И применяться может, почему он не знает Соболь. Только для дальших садов. Там у него перекопка, обрезка, 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 обрезка. У себя его статья – это обрезка, 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 обрезка. Вот, смотрите. Вот он, ручак. Видите? Вот это и есть интегрированный земледелий. Попробуй отрежь вот эти ветки нижние. Где был бы урожай? Где, где? Сказать, где? Понимаете? Вот это и есть интегрированный земледелий. Не лезть, куда тебя не просят. Вот, и я ещё раз говорю. Только для дальших садов. Мы не лезем в промышленные сады. Там занимайтесь. Просто я знаю, что такое обрезка в промышленных садах. То, что говорил наш друг Чебнабаев. Вообще, по телефону разговоров, что отчетного слышали. То, что яблони высоты были уничтожены. Не только в Алмате, но вообще в этом самом. В Казахстане, что Назарбаев призвал найти истинный настоящий сорт Апорта-Алматинский. И сейчас эта причина была обрезка. Вы уже догадались, чего я клоню. Там, я не знаю, я там не видел ни одного дерева, обрезанного, не обрезанного. Но я вам заранее говорю, я боком голову на плаху. Ошибся? Вот. Рубите. Не пожалею, потому что голову никто не отрубит. Потому что я прав. Там начало эпидемии совпало со страшными, исконечными деревьями. Я об этом 25 лет долблю. А чем кончилось? Караул Назарбаев, президент. Дойдите, верните апорт в Казахстан. Вот это я успел сказать. Вот. А дальше. А в две минуты? Так вот, от селекции к агротехнике. Ой, это будет следующая тема. Дело в том, что... Вот. То, что неправильно. Уже селекция занимается молодцы. Но при этом попутно уничтожает деревья свои же. Уникальные деревья с помощью агротехники. Агротехники. Вот что есть, то есть. Все. Я просто пролисну. Сам не знаю почему. Вот. Вот они, ребята. Вот смешанная команда. Наша. Консультанты Железов. Вот. Саллий Валерий Александрович. Русенко Дмитриевич. Я бы любовались его фильмом. Вот. И, наконец, автор статьи. Артем Адреевич Семеченко. И все-таки договорю. Ну, не смогу я. Вот все-таки договорю. Потом еще раз покажу. Но это просто, чтобы уже успокоиться. Это на украинском языке? Ладно. В основном, нас, россияне. Давайте вот сюда заглянем. Вот эта статья. Внимание. Человек, который нас запархал статью и сказал, что мы не были правы такое печатать. Она настолько, как бы, по его словам, недобросовестно подготовлена с точки зрения науки. Он прав. Угу. И мы потом еще поиздеваемся. Он над нами выдадим. Итак, Россия, Сибирский округ. Ну, кто сделал наш друг, которого называем журналистом, садоводом, это, это самое. Значит, Семеченко, 20 лет. Вот. Написал Сибирский округ. Короче, если ты вырасти, выращено это в Сибири, вот это выращено в Сибири, тебе какие хрен доказательства нужно в сравнении с другими, ну, это мы поиздеваемся. Это, это Сибирь. Раз. Это все, что мы, все, что мы знаем, все, что мы, это. Мировая сенсация. Если уже брать Россия, мы как бы, серая страна. И тут серьезно, да, персики не сложат. Ну, Украина, Белоруссия, тот же Казахстан, Алмата, это что, Сибирь? Вот. Тот же Казахстан. Польша, Прибалтика, Германия, что там еще рядом? Молдавия, что там еще рядом? Все это, это мировая сенсация. Это для них. Аклон выведен в Сибири. За сухоустойчивость. И требует ты-ты-ты-ты-ты. И человек все это прочитал, начал гнуть пальцы и сказал себе, мы не можем это печатать. Он даже не понял, с чем дело имеет. И помните, я пример приводил? Если двигатель внутренний сгорает до 90% КПД, а паровой дает 10% КПД, ну сколько можно за эти 10% тут и держаться? Вот так и тут. Что тут доказывают? Сибирь, Украина. Дальше идем. Смотрите, и все доказательства-то. Вот они. Еще раз. Или скажете, что это не в Сибири сделано, а вот это вот. Сибирь. Харьковская область. Это что? Кухры-Бухры? Сумская область. Это что? Кухры-Бухры? Это моя учебная фотография. Чтобы знали, что именно Хасанский имеет максимальные корни. Это вот от этой части, вот от листиков ниже вот это-то. Вся морозык-то и зависит. Поняли? Снова Сибирский округ, Сайдогорск. Это про эту фотографию. Дальше. Украина. Видели? Ну, это уже другая, по этот самый. Украина. Сумская область. Сумская область. Сумская область. Это не все. Сумская область. Внимание! Черинка на половинку. Брянская область. Ну, что? А? Этот самый, редактор этого журнала или газеты, я толком и не понял. На английском тебе подавай. Что, русский забыл, что ли? Самое интересное, ответ был на украинском языке. Русский забыл? Так вот, вот это вот, все постепенно должно было идти до севера. А мы с севера повернули до юга. Вот, предложение это было. Это сенсация, сенсация. Еще раз, для половины Европы. Да какой половины? Для всей Европы. У них как 10, минус 20, минус 30, все мертво. Потому что это любимое занятие, резать деревья. Все, кажется, я выговорился. Кажется, выговорился. Еще вот, немножко по рекламе. Господи, как мало лайков. Оказывается, от этого много зависит. Как было у нас 300-500, так и через 10 лет будет 300-500. А доказывать вам, агитировать так же, как за советскую власть, как говорили раньше, коммунистов, так и тут получается. Будем же нас плодить, несоответствия требований у журнала. Ты мировую сенсацию проворонил, а? Гражданин Нориков с русской фамилией, Андрей Нориков. Четыре пенсионерской области были с персиками. Всегда. Крым. Николаевская. Ферсонская. Одесская. Все. Вот это все. Да, и в Киеве, и в Ферсонской. Но это как исключение из правил. Я про то, что в каждом саду должны быть. Украина же, Украина. Редина Украина. Нет уж, Андрей Нориков, будь ласка, становись на нашу сторону. Вот. Зальше ты никогда ответа этого не увидишь. И не поймешь, что ты это самое. Ты не соответствует занимаемой должности. Ответ равнодушного журналиста. Такой ответ я получил от нашего Министерства сельского хозяйства. Такой я ответ получил перед сельского хозяйства. Писал Лукашенко, а дал ответ за обидительство сельского хозяйства. Вы там молодец, все, для датчиков. А мы резали и будем резать. Да режетесь. Вот так вот. И Назарбаев вспомнили, и как уничтожены все яблониные сады в Казахстане. И режем, и режем. Так, короче, вы поняли, что... Это... И хочется с протянутой рукой. Вот он. Вот этот человек должен написать новую книгу. Вот. И если бы садинад был хоть один олигарх, дайте парню грант, дайте ему хоть миллион рублей. Вот. Или какой там аналог этих. К ривнам или чего. Пусть садится. Уже вся информация готова. Вот. А еще знаете, что? Вот этот мой друг Сергеев, он 10 лет назад организовал мое выступление на слете, чтобы привлечь туда садоводов из Украины, Белоруссии, Казахстана, из Европейской России, Дальнего Востока. Вот придумал какие-то хитрости. Он, значит, написал эти самые... Доклады будут читать и три фамилии, самые раскрученные. Первые двое не приехали, а третья была моя, Железов. Я приехал, хотя я вначале отказал, а потом вижу, что все... Якобы я обещал, я поехал. И фильмы есть, и диски есть, все. И все есть. Но вдруг вчера или сегодня, или вчера или сегодня, приходит новость, что я выступаю 25-го на очередном слете, я Железов. Я схватился за голову, я ехать не собираюсь. В тот раз так же было, вот, Николай Георгиевич, меня не спросили. В тот раз это было придумано здорово, куда Железов денется. Он якобы обещал приехать. Но этот раз я не обещаю. Вот. Все уже, это... Порох у меня не кончился, но вот я еще могу за этим, за столом работать. Достали буду уже шашкой бахать. Все уже есть. Фильмы есть, диски есть, книги есть. Вот. Пусть новая пороса там выступает. Почему меня якобы позвали туда, если я дадим провокацию? Откуда? Чего бы вдруг человек говорит? Нет, правда, Железов там оказывается выступать будет. А это 25-го января, это получается чуть ли не послезавтра. Ну, не серьезно. Вот. А это вот 10 лет назад, вот я такой вот был. Так. Ну, а дальше опять пошли. Советы, 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 советы. Учеба, учеба, учеба. Сейчас просто надеюсь, тут какой-то моей рекламы. И, в принципе, уже 8 минут лишних говорю. Глупости. Сбежали с дурного и по очереди учат это. Калечить дерево. Ради этого. Только ради вот того, что с синим. Только для того, чтобы подсунуть. Вы должны дерево искалечить, а потом лечить. Искалечить, лечить. Я уже устал, уже сколько лет. Ну, мне все новое и новое приходят эти. Ролики, ролики. Все, это будем все и сразу говорить. Сейчас мы с вами расстаемся. Да. Да, 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 да. Вот. Вот видите, ко мне пришла заказ. Маджурский, кусочечка, селивая, желтая. Я не открываю письма. Что, носил козу, поделись костик. Вот еще что-то. Ну, уже хорошо, уже не пусто. Это раз. Так, вот это я открою, это объявление. Я с его помощью попаду в специальную комнату. Вот. И после чего объявлю 5-минутный перерыв. Ну, уже хорошо, уже не пусто. Так, у нас, как обычно, ни больше, ни меньше писем почти нет. Так, а не здороваться. Ну, пока 5 минут я на кухне. Можно кто-то что-то и спросит. Давайте, друзья, остаемся ненадолго. Я доволен. И сегодня в первой половине, за первый час успел сказать то, что обязательно должен был сказать. Почему? Никто никогда этого больше не скажет. Так вот сложилось. Я не хвастаюсь, я не заношусь. Я хочу, чтобы к этому серьезно относились. Если бы не эта фотогалерея, куда-то она уже делась, ладно. Вот. Я бы молчал, как бы, что подверье, как бы, сидел. Так. Все, друзья, я пошел. Я тут не нашел еще до гулькова, в каком плане. Вот. Проклятие сыпется со всех сторон. Ну, и об этом, ладно. Еще успеем поговорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!